Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину. Еще не раз свело, это потрясающе. Ребят, я решил больше не стричься, не бриться, не носить рубашку. Я живу на берегу, встаю на рассвете. Это будет что-то вроде механизма самозащиты от людей, которые меня осуждают. Осуждают мою прическу, то, что голой тут хожу. Если они не хотят получать эти знания о свободе, которую я даю людям, абсолютно бесплатно. Если они не хотят этого, это им решать. Я просто буду жить так, как мне удобно. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Посмотрим на графики по биткоину, эфиру, быстро проведем теханализ. Вчера Покет помпанул, биткоин доходил до 70 тысяч. Но перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Смотрите, линк вырос на 10%. Ворлдкоин плюс 5%. Покет тоже 5%. Додж 1.9%. Эфириум плюс 1.8%. И биткоин 69.700. Вчера поднимался выше 70 тысяч. Длинные выходные уже закончились. Что сейчас? Вторник. Да, значит, закончились уже выходные. И что мы имеем? Ну, я вижу, что вырастет, наверное, биткоин сейчас. Стохастик разворачивается вверх. На недельном тоже стохастик направлен вверх. Объемы чуть меньше, но это ожидаемо для выходных. Криптогуробот держит сигнал на покупку, которую я дал еще в феврале прошлого года. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. И пытается снова пробить биткоин эту трендовую линию. Вот посмотрите, раньше отталкивался от трендовой. И теперь снова пытается пробить, выйти из этого треугольника. Опускался на уровень поддержки на 66.400. Хм, похоже, что будет выходить из треугольника. Стохастик направлен вверх. Опустимся на 4-х часовой. Объемы падают, но... Опять же, это выходные. Были, так что... Это логично. У меня уже есть две торговые идеи, и в принципе они актуальны. Я жду какого-то пролива на рынке, чтобы открыть крупные позиции. Заходить прямо от текущих уровней – это слишком опасно. Потому что будет пролив, и меня может ликвидировать. Мне нужно открывать позиции где-то ниже. На этих двух уровнях поддержки. Самое хорошее время покупать биткоин и открывать крупные позиции было в 22-23 году, когда биткоин стоил 15-16 тысяч. А я записывал эти видео тогда и бесплатно со всеми делился этой ценной информацией. Там я открывал крупные позиции. Но теперь я торгую осторожно. Открываю крупные позиции только на сильных проливах. Вчера биткоин опускался. Но... В принципе, пускай эти торговые идеи остаются. 64-440 цена входа. Стоп-лосс на 64 тысячи. Риск 379 долларов. Заработать можно 24-190. Тейк-профит 88 тысяч, кстати. Но где еще можно так торговать? Всего 370 долларов риска. Заработать можно 24 тысячи. Это более рискованный вариант. И более безопасный. Зайти еще ниже. На 59-500. На этом сильном уровне поддержки. Здесь риск 413 долларов. Заработать можно 30 тысяч 200. С 10-м плечом 300 тысяч долларов можно заработать. Вот две такие торговые идеи на биткоине. Можно, конечно, попробовать зайти от текущих уровней. На случай, если биткоин прямо сейчас будет вырываться вверх. Но имейте в виду, что это очень самый рискованный вариант. Здесь заходим. Стоп-лосс ставим ниже. Обязательно ставим, чтобы не терять лишние деньги. Либо сработает эта торговая идея, либо не сработает. Это самый рискованный вариант. Заходим на 69-290. Стоп-лосс на 68-970. И тейк профит там же на 88 тысяч долларов. Соотношение риск-прибыль 62-56. Риск 319 долларов. Заработать можно 20 тысяч долларов. Это в расчете на один биткоин без плеча. Но я лично заходить не буду по этой торговой идее. Потому что слишком рискованно открывать крупную позицию. Я бы лучше придерживался предыдущих торговых идей. Там можно заработать больше денег. Потому что биткоин может вылететь вверх, но затем развернется и позицию ликвидирует. Я бы лучше заходил на сильных проливах. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео есть полезные ссылки. На Баби регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9 тысяч трейдеров. На моем торговом аккаунте Бабит 636 тысяч долларов. Со вчера я... Сколько? Чего здесь? Было 631 тысяча. Заработал плюс 5200. За вчера. Прекрасно. Пока что позиции на биткоине не открыты. Но есть две заявки. На 3 биткоина по 64 500 и на 10 биткоинов по 60 250. И также в доджкоин хочу зайти по 11 центов. Также на споте стоят заявки. На юнисвап по 8 долларов 60. Покет хочу подобрать по 9 центов. И биткоин хочу взять по 58 тысяч. USDT у меня на 242 тысячи долларов. Один биткоин на 69 800. Почти 70 тысяч долларов у меня на биткоине. Юнисвап на 54 300. Немного прошел вниз, но до этого там был хороший рост на юнисвап. MCRT на 53 400. Я покупаю MCRT, но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Я был ранним инвестором в этом проекте. Покет вырос на 5%. Хорошо, у меня на 40 тысяч. Ворлдкоин на 38 200 плюс 4,6. Доджкоин на 36 700 плюс 1%. Вот то, что я держу на споте. Теперь давайте посмотрим на эфириум и затем... Дальше даже не знаю на что. Ворлдкоин тоже растет. Да смотрите, нашел поддержку ворлдкоин на 4 доллара 30 центов. Поэтому у меня там заявка на 3,60 была, и я не уверен, что она исполнится. Но давайте посмотрим, может быть какие-то паттерны формируются на ворлдкоине. Здесь канал. Уходили вниз, затем вверх. Опускаемся на 4,20, поднимаемся на 6, опускаемся на 5, снова на 6, на 4,50, 5 долларов, 4,50. Но все-таки самый безопасный вариант зайти в ворлдкоин это 3 доллара 60. Опять же, дождаться какого-то сильного падения на рынке. На ворлдкоине я бы все-таки поставил заявку на 3,60. Попробуем взять больше ворлдкоина. По 3,60 на 3 доллара 60 центов. Зайдем на 20 тысяч долларов. По 3,60 на 20 тысяч. Подтверждаем. Теперь давайте посмотрим на эфириум. И опять же, я расставляю ордера на покупку ниже. Хочу получить легкие деньги. Посмотрите, Покет, например, опускался на 12 центов, и затем был хороший отскок. Шикарно. И объемы начинают расти. Но сейчас это даунтренд. Нужно подтверждение. Додж уже вышел вверх из треугольника. А не, посмотрите, возвращается обратно. Снова пытается пробить, но встретил сильное сопротивление доджкоин. Это нисходящее трендовое. Видите, да? Нисходящий треугольник. Но пытается доджкоин выйти вверх из этого треугольника. Слишком рано. Более логично, если не выйдет. Опустится на 11 центов, и только затем будет выходить, когда пройдет 70% длины фигуры. Но, возможно, и сейчас вылетит из этого треугольника. Потому что пытается пробить сопротивление. Но посмотрим, как там пойдут дела. Эфириум 3890. Недельный таймфрейм. Двойная вершина, но вышел вверх из этого нисходящего треугольника. Опять же, нужно искать сильный уровень поддержки, чтобы зайти в эфир. И эта поддержка, я бы сказал, находится где же? Я думаю, что вот здесь. Можно попробовать на 3200 долларов. Но, конечно, нет гарантии, что эфир опустится на этот уровень. Пытается пробить сопротивление. Стохастик направлен вверх. Объемы растут. Четырехчасовой стохастик вверх. И у меня тут есть торговая идея. Зайти на 3500 долларов. Более рискованно, чем 3200. Но, тем не менее. Стоп-лосс на 3450. Тейк-профит на 5300. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Один – это биржи. Два – это курсы. Три – это телеграм. И покажу вам отзывы студентов. Я купил твои курсы несколько месяцев назад. Уже заработал бабла и купил себе Харли Дэвидсон. Прошел твои курсы и теперь покупаю виллу за полмиллиона долларов. Я покупаю дом за 2 миллиона долларов. Благодаря твоим видео. Спасибо, Джеймс. Я заработал больше 1 миллиона долларов. Все должны пройти курсы Джеймса по криптотрейдингу. А, кстати, не забывайте присоединиться к телеграмму. 160 трейдеров онлайн. Это все абсолютно бесплатно. Ссылка в описании под видео. Подписчик заработал 465%. Поздравляю. Линк. Сделаем теханализ в следующем видосе. Я смотрю, многие просят. Вот и причина. Чейн, Линк и Свифт собираются объявить о партнерстве. На конференции «Консенсус-24». Если они объявят партнерство со Свифт, то это будет, конечно, хорошая новость. И вы видите, что Линк уже начинает расти. Плюс 10% на этой потенциальной новости. И, кстати говоря, я делал видео по Линку несколько дней назад. И постил об этом. Это хорошо. Посмотрите, какой рост от этого уровня поддержки. И с 12 долларов поднялся на 19. Сильное сопротивление у Линка находится... Где оно находится? Я бы сказал... Давайте почистим график. Удалим все старое. И сопротивление находится... Я бы сказал... Вот здесь на 22 доллара. А еще одно сильное сопротивление где-то здесь. Это цели по тейк-профиту. Потому что в прошлом там была реакция на этих уровнях. Стохастик направлен вверх, объемы растут. И цели по тейк-профиту. 22, 28 и 36 долларов. Там сильные уровни сопротивления. Спасибо, что посмотрели это видео. Прошлись по биткоину, по рынку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Посмотрели на биткоин, эфир, додж, линк, ворлд, покет. Вот это все обсудили. Всем хорошего дня. Посмотрим, как там дальше будет реагировать рынок. Если биткоин начнет расти с открытием ETF, с открытием рынков, то эфириум тоже пойдет в рост. Я думаю, что сейчас эфириум и ETF тоже начнут работать. Но опять же, уже мы увидели очень хороший рост, когда с 3000 долларов эфир поднялся на 4, буквально за один день. Поэтому, конечно, лучше заходить перед таким ростом. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.